На шестом месте, имеющие в своем активе 29 очков, в случае победы в сегодняшнем матче, а я напомню, что уже 7 игр в рубинке, кого не проигрывают, казахсты могут догнать московское «Динамо» и вот снизить с ними третью и четвертую позицию, потому что «Динамовцев» также 32 очка. Для «Динамовцев» естественно эта победа, на которую они очень рассчитывают, будет означать отрыв от столь неприятного преследователя, каким является на сегодняшний момент, думает же любой российской командой казанский рубин. Итак, о составах. Игорь, начнем с гостей. В воротах Роман Березовский, Шестырьев Антонасевич, 4-й Михал Ханев, 5-й Радослав Батак, 24-й Паскаль Мюнки, Руслан Балтиев, 8-й, 2-й Александр Коваленко, 9-й, 16-й, 9-й, 16-й, 7-й, 7-й, Виталий Гришин, 28-й, Альберто, и 10-й, 2-й, 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 3-й, 2-й, 3-й, 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 3 Виктор Прокопенко, 2-й, 1-й, 2-й, 3-й, 3-й, 4-й, 4-й, 3-й, 4-й, 4-й, 3-й, 4-й, Хозяин коллега Андерлиев и арбитры, арбитры Симон Кириллевич Игорь Егоров, арбитры СИФА из Нижнего Новгорода, помогает ему Андрей Бовородов из Саратова региональная категория и арбитр СИФА Лев Антонов из Владимира. Арбитр Симон Кириллевич Игорь Егоров, арбитры Симон Кириллевич и арбитры Симон Кириллевич и арбитр СиФА. Время встречи с Дениса Кириллевым. Открытые футболисты, одессы, бояры, которые уже не вернулись за ошибок. Человек, который в его течение последнего времени зарекомендовал себя как, наверное, лучший распасовщик в российском чемпионате. Все-таки один из глянных передачей он сделал. Но, знаете, поражает, наверное, не то, что он создал прекрасные качества распасовщика, а то, что в первую очередь в любви есть бояры, где играл совершенно по-другому, но вот такая вот мастерность появилась у этого парня. Вот первое нарушение правил. Сейчас Михаил Хадык издевает Андрея Коновалова. И номер 41 марта сразу, сразу, без разговоров, Игорь Егоров за жёлтой карточкой полезет, показал её Михаилу Хадыку. Паркёр по обороне разошёл в паток, пытался сейчас что-то сказать Егорову. Вот этим арбитром разговоры чреваты. За ним, за ним, за ним, за ним, за ним, за ним. Игорь Егоров сейчас пытается, он отодвинет, он отодвинет, несомненно. Он отодвинет, он может, человек, на положенное расстояние, И вот Григорий Боярин, застреча на, вот до Воронок, где-то, наверное, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это свидетельство, наверное, в первую очередь того, что в Казани футбол становится не менее популярным, чем Акбарс. Если к победам Акбарса, любимого клуба, наверное, Татарстана, одного из лидеров российского чемпионата, если к успехам Акбарса в Казани привыкли, а то есть к этому как бы должен, то, наверное, к успехам Рубина еще приходится привыкать. Многие, с кем не доводилось беседовать, и здесь, в Казани, и в болельщике, и в фурноместке, и в специалистке говорили, что, конечно, такой пройти от казанского Рубина никто не ожидал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И арбитр очень четко зафиксировал этот момент. Егоров увидел то, что боковой арбитр ему сигнализировал. Немножко передержал, конечно, мяч, по-моему, через новостки сбол, и Альберта уже оказался в положении вне игры. Но надо отдать должное защитникам Рубина, что они все-таки хладнокровно стояли до конца и не дернули. Потому что, если бы задний защитник, последний защитник, если бы дернулся, то, конечно же, к уважению вне игры могло быть не таким ясным и четким. Ну, а теперь Березовский ввел мяч в игру, и Динамо все постепенно старается перехватывать инициативу. Ну, что сейчас? Нет, они, по-моему, даже не очень торопятся. То есть, очень грамотно начали игру, стараются побольше держать мяч и оставить хозяев без этого мяча. Не случайно Рубину приходится очень активно играть в отборе, чтобы не упустить инициативу. Левым флангом сейчас попробует Рубин пойти в атаку. Нет, решили подержать немного мяч. И сейчас, обратите внимание, практически все атаки у Рубина строят через рвони. Именно у него сегодня роль основного, такого разыграющего, я так понимаю, в этом матче. Ну, есть, наверное, в этом определенный резон, потому что все-таки это, конечно же, высококлассный игрок. И мы знаем, что Рубин очень хорошо выбрасывает мяч из-за боковой. И посмотрим сейчас, как произойдет Найдграсса, потом я далеко. Ну, Динамовцы ждали. Динамовцы ждали эту игру, а я просто сейчас вам скажу, что мы с Шабаловки комментируем этот матч. Ваши комментируем Олег Денисов и Аркадий Зио. Добрый вечер. На самом деле, у нас видны такой нервный несколько дебют игры. Команда борется за инициативу. Много нарушений, таких вот мелких фаллов, как сейчас мы видим. И, наверное, будет одно из запасных стандартных положений в исполнении Рубина. Ну да, мы знаем, что очень хорошо Рубин реализовывает. И уже Новотны, по-моему, один из лучших бомбардиров, очень долго лидировал в списке бомбардиров. Был в списке лидеров бомбардиров, да. Для защитника это хороший показатель. Причем многое он сбивал головой именно со стандартных положений. Посмотрим, что будет сейчас. Да, и как только команда привыкла к тому, что Новотны, на Новотны всегда отправляется мяч, и слишком много внимания мы уделяли. На первый план вышел Спойте, который тоже несколько раз реализовал штрафное. Что сейчас будет? Ну, сейчас не очень удачная подача, и Березовский без проблем забрал мяч в свои руки и начал атаку в свою команду. Ну, это спокойно, по-моему. Не даже развернулся динамическим нападающим. Контратака не получилась. Рубина очень скоростная, и команда хорошо переходит от обороны к атаке и обратно. Очень трудно с ним играть на быстрых контратаках. А вот великолепный пас, и... Нет, не игры положение, да, не было. Ну что, шуби команды применяют очень удачное положение вне игры. Сейчас в Чемрадзе попал в охранную ловушку. Ну, здесь такая сыгранная у динамовцев, конечно, пара. Это Баток и, по-моему, Доносевич. Да, довольно... Именно в этом эпизоде, да, хорошо они, конечно, не вместе действуют. Но вот в этой ситуации все было как раз в их стиле, довольно надежно. Прошлая, да, позиционная атака Динамо. Посмотрим, что не имеют раз в динамовцев, поскольку, мне кажется, они только ищут сейчас какие-то возможности для взятия ворот. Не складывается у них четкая нить игры. Мне кажется, не удается регулярно этими силами двигаться в сорокной рубине. И вот в очередной раз неточный навес. В исполнении динамовского защитника и спокойно началось отворот. Но я бы сказал, что, наверное, действительно сама подача именно не точная, потому что, обрабатываясь, обратите внимание, все-таки два очень высокоростных, мощных форварда теперь играют в Динамо. Булыкину выпил, стали почаще выпускать Альберта. И оправданно, такие молодые, страшные точки. Белизболянцы, как я сейчас за боковую. Так что, я думаю, команду уже показали своим соперникам, как они планируют добиться успеха в этом матче. Будем ожидать от динамовцев нацелены верховых передач штрафных, где должны за эти мячи бороться соузы Альберта и Дмитрий Булыкин. А у Рубина, наверное, все-таки более скоростные будут. Я думаю, что особенно опасно будет полный динамовцев на верхушке, когда они будут делать после прохода флангов. Поэтому борьба именно на флангах, возможность завладеть инициативой на этих участках поля, я думаю, для Динамо будет принципиальной. Ну и вот, пожалуйста, стандартное положение, штрафной. И насколько у динамовцев отработаны штрафные, мы сейчас посмотрим, потому что действительно много верховых игроков. Наверняка снова баток подойдет в штрафную. И стандарты не только у Рубина, но и у московского Динамо достаточно серьезные. И вот какой удар поворотом. Великолепно сыграл, действительно, Сергей Каско. Ну, о чем мы говорили, да, Кэрри? Достаточно опасно. Набегал из глубины баток. И очень опасно. Пробил, получается, практически в Каско удар. А на самом деле, чуть в сторону, я думаю, трудно было бы в ротаре отразить этот удар. Но все-таки он еще был от земли, мяч отскочил. И Каско, даже для того, чтобы отразить этот удар, не очень сложный, ну, с точки зрения, не такой далекий от вратаря мяч шел. Даже для этого, поскольку пришлось приложить все свое мастерство. И обратите внимание, Булыкин, Альберт, они практически действия защитников сбрубировали всех защитников около себя. И дали возможность батоку беспрепятственной пробить. Да, на самом деле, мы говорим о большом количестве игроков-высокорослых, у Динамо. И они имеют возможность несколько человек сразу атаковать. Сразу такое количество игроков удержать очень трудно в штрафной площадке. Да, не случайно, не случайно Курбан Бердеев занянчил, потому что не привыкла его команда проигрывать в своей штрафной верховой мяче. И вот сейчас это произошло. И есть кому у Динамоцев побороться. Поэтому какие-то сейчас коррективы должен, конечно, Курбан Бердеев ввести в игру. Дать указания своим начинникам. Ожидали, наверное, все-таки от Динамоцев больше такой фланговой игры и уже фланговых навесов, острых передач, таких-то простейных, я думаю, отчетов, наверное, казанцев. Да, я думаю, это диктовалось логику их состава. Я имею в виду динамоского состава. Именно наличие двух таких мощных колородов. И, прежде всего, закрыть фланги была основная, наверное, задача для Рубина. А Виктор Прокопенко решил, что надо удивить соперника. И действительно удивил. Такой сдвоенный, очень мощный центр у Динамо в этом матче. Но тем интереснее будет игра. А вот Рубин чаще нравится все, кто действует по флангу. Ну, мы уже говорили, что очень быстрая команда. И, естественно, скоростные действия на свободных площадях, на просторе, таком оперативном, для них будут наиболее опасны. Вот еще одна атака Динамоцев. Смещается в центр. И сильнейший удар Балтиева. Ну, немножко не точно начинает пристреливаться Руслан. И я думаю, что мы еще увидим в этом матче, наверное, не один раз его мощнейшие удары. Ну, вот мы видим, в последние несколько минут Динамо удалось выхладить инициативу. Не сказал бы, что они проводят мощные позиционные, опять, в большом количестве передач. Но, тем не менее, в последние несколько минут удалось создать. И можно просто в последний отрезок от трех-четырехминутной игры именно за Динамо. Минди не стал рисковать. Минди просто вынес мяч подальше. И, соответственно, не точно, не к своему игроку попал мяч. И Динамоцев пришлось приложить немалую усилию, чтобы его к себе вернуть. И вот теперь уже можно начинать нормальную позиционную атаку. И вот из ничего практически Динамоцы получили право на угловой удар. Давно успел Коско перехватить мяч. Очень хотел насохранить его для своей команды, но его рвук оказался напрасным. Ну что же, еще одна подача в исполнении Руслана Балтиева. И вот посмотрите, сейчас снова будут блокировать защитников для Динамоцы, для того, чтобы вывести на удар своего партнера. Ну, судья все видел, там, я думаю, не было нарушения правил. И снова удар поворотом издалека. На этот раз Дмитрий Бойкин пристреливался. Балтика. Вместе с футболом. Вместе со страной. Два мяча оказалось на поле. Мальчики, подающие мячи, немножко поторопились. И вот игра продолжилась, вот после удара Сергея Коско. Не очень активно действует Рубин, по-моему, Динамоцам удалось сковать их и погасить стартовый такой натиск хозяев поля. Безусловно, отрезок начала игры был за Рубином, было несколько опасных атак, и очень эмоционально начали на хороших таких скоростях игру казанцы. Но вот сейчас Динамоцы потихонечку, потихонечку смогли взять под контроль прежде всего мяч. И удается им выиграть единоборство. Ну а Рубин пока последние пять минут, не знаю. Может быть, отдыхает, какое-то затишье перед каким-то взрывом. Ну, может быть, Рубин не ожидал от Динамо сейчас такой третий. Хотя, на самом деле, от команды такого уровня, как Динамо, ведущей в лидирующей группе чемпионата, я думаю, стоит ожидать разного рода сюрпризов, и, в всяком случае, грамотной игры. Да, вот нам показали, как сейчас столкнулись динамоцкие защитники. Немножко, конечно, тяжело сейчас было батаку. Я, честно говоря, думал, что Динамоцы вынесут мяч в аут, чтобы иметь возможность врачам командовать на поле и оказать помощь в медицинском. Но Динамоцы решили атаковать, и вот батак встал, и опять и пошел. Не держится мяч у Рубина совсем сейчас в центре поля. Не удается Роне осознанно за него цепляться, сниковать какие-то моменты, что-то придумывать интересное. Совсем не удается сейчас полузащите. Вот именно контроль мяча из-за этого ощущение, что Рубин действительно не владеет сейчас инициативой и не создает никаких опасных моментов. Но все-таки в центре полузащиток он динамоцепереигрывает, именно в центре поля, и поэтому такая разорванная получилась. Разорванная линия оказалась у Рубина, и, наверное, поэтому еще иначе не держится. Да, довольно сейчас характерный момент. Не смогли в центре его контролировать мяч, и пошла длинная передача на Роне, но там довольно легко Минди. Предсказуемая была передача, и довольно легко Минди прервал ее. Но Роне все-таки не такой габаритный еще. Да, он не игрок, который может хорошо бороться именно с верховые мячи, хорош на скорости, где-то на просторе. Он получил мяч, завладел, и тогда он уже знает, что с ним делать. Ну, посмотрите, Аркадий, сейчас чаще всего в поле зрения камеры попадают два нападающих, Роне и Чаладзе. А полузащитников Рубина мы практически не видим. Безусловно, это вот то, о чем мы как раз говорили. Абсолютно заметно пока ни Бояринцев, ни Сибаи, ни капитан команды Роман Шаронов. Очень спасибо за полузащита в последний момент. Безусловно сейчас больше отдыхает. У него основная работа пока вводить мяч в игру, в отличие от своего оппонента, который уже продемонстрировал несколько раз свое мастерство. Ну, сейчас было, но что не правило, честно говоря, я не понимаю, почему динамовцы спорят. Абсолютно однозначно Баток руками задерживал соперника. Приглядывается все-таки, я бы сказал, команда. Рубин, точнее, больше приглядывается к Динамо. Все-таки Динамо долго шло не просто в лидирующей группе, а на втором-третьем месте, и даже пыталась догонять армейцев. Поэтому, по-моему, немножко все-таки Рубин побаивается. Игра, безусловно, для Рубина, для Динамо очень важная. Команды разделяют несколько очков. Всего два очка. Всего два очка. И, конечно, успех в этом матче и для той или другой команды это возможность сильно поправить свое турнирное положение. Это всегда очень... Придает матчам такого рода, придает дополнительное напряжение и дополнительный стимул. Я думаю, из-за этого может быть некоторая осторожность сквозь действия вот этой-другой команды. Нет по-хорошему бесшабашного футбола на больших скоростях, с какими-то рискованными действиями. Именно... Ну, вот в этом случае сказывается класс. И посмотрите, Динамо-то не удалось обыграть. Не удалось обыграть защитника. А то практически выходило один на один. Да, хороший был момент. И совершенно правильно нападающий пытался обыгрывать и вырваться в штрафную. Но вот мастерство защитника здесь, надо отметить, прервал опасный проход. Ну что, какие-нибудь дивиденды получат? Динамо от этого углового. Нет, верховой борьбы Булейкен выиграл, но сильно пробить, и четко поворотом пробить не смог. Мне показалось, что все игроки Динамо находились в статическом положении. Не было ощущения, что они двигаются в штрафную. И из-за этого, мне кажется, и у Булыкина удар не получился. Или, может быть, он был слишком... Высоко летел мяч, и Булыкин не смог его хорошо достать. Но в этом положении ему оставалось только скидывать мяч партнерам, а партнеры не ожидали. Не ждали того паса от Дмитрия. И поэтому практически момент был потерян. Хотя можно было попробовать из него выжать больше, чем просто удар в сторону ворот. Сегодня Рубин вновь потерял мяч. Пытались затеять перепасовку. Может быть, достаточно острую. Был с Рубином, но опять подбил брак в передачах. Чеснавовский с подачи, удар! И Коско выручает очередной раз, выручает свою команду. Абсолютно правильно выбрал позицию. А в очередной раз, в очередной раз Рубин проиграл вихоловую борьбу. Посмотрите, великолепная передача Чеснавовского. И Дмитрий Булыкин в упор бил по воротам. И Коско спасает свою команду. Но пока мы видим, что Коско очень правильно выбирает позицию. Второй удар уже опасный по его воротам. Я сказал, это более даже опасный, чем первый. И, конечно, попадя Булыкин в любую, может, другую точку ворот, неизвестно смог ли Коско отбить этот мяч. Но здесь правильно выбрал позицию и продемонстрировал самую хорошую реакцию. Вот классическая, наверное, атака, наверное, будет для Динамо такая. То есть пас с фланга, в общем, очень качественная передача. В лучшем традиции к Бребе де Бэхэма. Как подкрученная. И все хорошо, в принципе, делал Булыкин. Но, наверное, здесь можем говорить о некотором невезении для Динамо, поскольку момент был действительно без разряда 100%. Я бы отметил, что Виктор Прокопенко абсолютно не зря поставил двух нападающих, пока это оправдывается. Да, такой сдвоенный центр. То есть двоих хозяевам поля сдерживать не удается. То есть если они держали сейчас Альберта, мы видели очень плохо, как мы его играли, то Дмитрий Булыкин абсолютно переиграл свои два момента. Я уж не знаю, корпусом или как, или просто правильным выбором позиции, но он бил абсолютно беспрепетственно. Альберта, который сейчас спалил, сейчас там Балтик. Интересный момент, что полуращильники активно присылывают, футболисты, полуращильники Динамо. А вот может быть опасный атак у Рубина. И удар поворотом. Бол! Вот так бывает в футболе. Атакует одна команда, имеет опасные моменты, а гол забивает другая. Ронни, самый заметный игрок в нападении у Рубина, да и вообще, наверное, в сегодняшнем матче. Отличился, забил, да, это вот пятый гол в сезоне. Посмотрите, как здорово он ушел от Батака, и почему ему дали пробить беспрепятственно. При тирку со штанги Роман Березовский не мог спасти свою команду. Но я думаю, что он, наверное, не до конца верил в то, что Ронни будет бить поворотом, потому что практически на ленточке стоял Березовский в момент удара. Вот видите, откуда прыгал. И если бы Роман вышел хотя бы на 2-3 шага вперед, то ему бы было значительно легче отбить этот удар. Возможно, не ожидал удара Березовский, поскольку Ронни двигался несколько под углом. Штрафной, не делал, может быть, попыток таких. Но мы знаем, что у футболиста очень быстрые ноги, и мгновенно принял решение. Быстрый удар. Ронни показал, насколько класс его высок, поскольку в последних 10 лет мы практически не видели на поле. Он пытался сыграть, и все шли через него. Да, но как-то вот качественной игры у него не получалось. Тем не менее единственный момент серьезный, когда он получил мяч лицом-поворотом, и тут же в одиночку разобрался в ситуации, и забил тот красивый год. Ну что ж, тактика Рубина тоже себя оправдала. Они манили динамовцев на свою половину поля. И, по-моему, динамовцы немножко расслабились. Все-таки сейчас 3 казанцев вышли на 3 защитников Динамо. Да, был момент, когда получился разрыв к линии по Динамо, и незамедлительно этим воспользовались казанцы. Ну, я думаю, что Виктор Прокопенко должен сейчас устроить достаточно серьезный нагоняй своим защитникам, потому что для гостевой встречи, для еще Казани с Рубином, с чемпионом по домашним играм, играть вот так вот в борьботном обороне, по-моему, нельзя. Все-таки 3 защитника должен был быть как минимум еще один на подстраховке, помогать своим партнерам. Но слишком умеют плюс Динамо с атаками. Убаюкал Рубин, то, о чем мы говорили, убаюкал Рубин Динамо, в каком-то смысле своей малой активностью в последние 10 минут, и Динамо казалось, что они полностью перехватили инициативу, но... И нам с вами как-то. Да, и мы это отмечали, но тем не менее. Был разговор о том, что взорвется Рубин в какой-то момент, вот взорвался он в лице бразильского Джокера казанцев. Ну что, действительно Джокер и Рубин по-прежнему, по-моему, собирается играть в прежней своей манере. Тем более, теперь счет будет способствовать этому. Динамовцы должны пойти вперед. Еще больше наверняка будут раскрываться и рисковать. И, соответственно, и у Рони, и у Челлаза должны быть еще моменты, которые мы и увидим. Я думаю, очень внимательно надо будет Динамовцам, естественно, в обороне, поскольку в атаке игра в последние минуты у них получалась. Но здесь, правда, так влияет на них пропущенный мяч. Динамовцы уже казанцы атакуют, и очень здорово. Вот посмотрите, как вывел Рони Пасса на достаточно опасную простору оперативной Сибаи. И посмотрите, зря бы он остановился, как Сибаи. Он мог резать и в голову идти по роте. Да, вполне мог порываться. Штрафной набрал приличную скорость, и надо было врываться. Возможно, и сбил бы его там защитник. По-моему, бы. Вот так. И прыгался, и летом, мол, да, наверное, встал. Рывок был длинный и быстрый. Он сейчас сам вот будет сбрасывать хозяева поля. Да, конечно, сейчас мог быть еще один очень опасный момент, если бы Сибаи воспользовался и визирной буквы передачей Рони. И тогда бы уже действительно казанцы могли бы переходить еще серьезную инициативу в этом матче. Стрепенул с рубин, естественно, после забитого гола. Почувствовал уверенность в себе. И заезжалась та самая быстрая игра в пас, которую мы видим, никак не мог найти казанский клуб до забитого мяча. И вот сейчас все это начинает получаться. Вот это несправедливое момент. Ой, какой вброс мяча. Элистой великолепно вбросил удар. И на этот раз. Роман Березовский спасает свою команду. Удар был в упор. Но тоже отмечу, что Роман Березовский очень удачно выбрал позицию. Здесь великолепно, конечно, Челадос играл. Скинул на партнеры. И удар опять того же Рони в упор. И вот посмотрите, с неимоверным просто трудом Роман Березовский отвел угрозу. Ну что же, это, по-моему, не менее опасный голевой момент, чем были у Динамовцев. Безусловно, Рубин очень быстро не застал. И пущен, в плане опасных моментов. Забили гол и имелись отмечки шансов. А последний момент просто 100%. Браво Березовский. Снова полеистой на стандарте. Подача. Ну, на этот раз Динамовцы ожидали. Ожидали, все-таки верховую борьбу не проиграли. Продолжает атака у Рубинцев, как массированную атаку. Практически 8 человек сейчас в ней участвовало, у Казанцев. И теперь Динамовцы имеют возможность для контратаки. Вот теперь они уже в краем выстрелы троих защитников, но немножко задержались. Это преимущество анимерировалось. И вот. Да, но тем не менее пас своему партнеру дать успели. По-моему, вне игры все-таки оказался здесь сейчас в Балтии. Вот Гришин выдавал своему партнеру пас. И, по-моему, все-таки арбитр показал положение вне игры. Немножко вперед. Нет, отворот. Отворот вводит Рубин. Таким образом, у Динамов была еще одна голевая ситуация. Динам, пожалуй, первый раз продемонстрировал очень качественный переход от обороны к атаке. Быстрая контратака. Два-три паса прошли все поле. И вывели на ударную позицию в Балтии. Чуть-чуть тому не хватило. По-моему, не хватило просто ловкости. Мяч чуть-чуть в спину ему, в противоход попал. И не смог точно пробить. А на самом деле момент был очень хороший. Альберто что сделает? Прошел отдать партнеру под удар. И удар Дмитрия Булыкина не получился таким опасным. Правда, Каско не смог сразу зафиксировать мяч. И тут же ему просто пришлось бросаться в ноги динамовскому нападающему. Это Гришин был поворотом. От земли мяч. Получился опасный мяч именно из-за этого. И вот Чеснавский чуть-чуть буквально не успел на добивание. Везет сегодня Каско на удары с отскоком от земли. Уже несколько таких коварных для вратаря ударов было. Но пока с некоторым трудом он справляется с ними. Казанский голкипер. Ну что ж, очень интересная игра, по-моему, Аркадий. Хозяева поля демонстрируют мастерскую игру на контратаках. А динамовцы, посмотрите, немножко отошли от пропущенного гола. И снова полномерно принялись штурмовать ворота Казанского рубина. Да, игра вернулась в ту крию, которая продолжалась в первые, наверное, 20-25 минут матча. Когда динамовцы полномерно и довольно качественно пытались организовать контратаке на ворота рубина. И все это им удавалось. Но, тем не менее, счет пока не в их пользу. Скажем так, возможно, он не совсем был логичный этот счет. Возможно, динамовцы должны были забить, но мы знаем, что это был не терпит формулы точных, да, математически точных формул. И из владения мячом и количества моментов не всегда получается преимущество. И вот рубин это очень быстро доказал, забил гол. Но, по-моему, все-таки рубин успел тогда динамовцев по коротким голевым моментам. Да, серьезно в голевых моментах. Да, но они смогли это сделать после забитого гола, который придал им дополнительные эмоции. И в течение следующих пяти минут могли вполне закрепить преимущество. Так что можем констатировать, что по моментам, наверное, команды где-то пока равны. Играет мячу. Да. Но счет на табуо 1-0, польза хозяев поля. Да, счет. Действительно. В пользу рубин. И я обращаю внимание, не передерживая рубин мяч его бородой, сразу все-таки старается переходить в атаку. Балдика. Вместе с футболом, вместе со страной. Березовский ввел мяч в игру. И здесь есть кому у динамовцев бороться, но выиграли эту борьбу казанцы. Может, будет? Нет, не получится. Хорошая могла получиться контратака, если бы пас, вот этот первый пас, получился бы у капитана Рубина, у Романа Шаронова. А тут ему пришлось бежать и пытаться исправить свою ошибку. И в итоге нарушение правил против Батаку. Дудейшим будет водить мяч за боковой на Альберто. И в подхате пришлось уже доставать этот мяч. Но, правда, смогли динамовцы его сохранить. И не совсем сменди. Как-то непонятно, что, знаете, сделал. Что-то он, видимо, задумывал, но не получился. Пас. По-моему, он хотел немного подрезать мяч, чтобы партнеры ворвались свободно в открытую зону. Но партнеры, по-моему, его не поняли. Да. Первым около мяча оказался вратарь Рубина Сергей Пасков. Сейчас мы уже видим, как Рубин неплохо начал комбинировать в центре. Провал и полузащита в игре закончился. И, правда, сейчас тут неточная передача. Не вынуждена абсолютная ошибка со стороны полузащитника. Но, тем не менее, удается сейчас Рубину в середине поля временами контролировать мяч. Поэтому именно в середине поля, мне кажется, сейчас игра вырвана. Преимущество динамового времени такого подавляющего, каким оно было в начале первого тайна. Но, может, динамцы немножко хорестались. 35 минуты игры и достаточно жарко в Казани. Да, вполне возможно. Нельзя же постоянно пересинговать. Да, полуза в игре вполне закономерна, особенно по такой погоде. Поэтому ничего удивительного, что прессинг – активная игра в обороне. И прессинг со стороны даже нападающих. Динамо мы не увидим на протяжении всей игры. Наверное, для этого кубболистов просто нет физических секций. Чтобы все 90 минут поддерживать, как бы, агрессивную оборону. Ну, вот и сейчас был момент, хорошо иллюстрировавший ваши слова. Балки подогрался, динамочный условие. Потому что он уже не мог его обработать по-другому. И в итоге атака динамо с корона. Сорвана. Вот верховую, по-моему, в один из первых раз Рубин выиграл верховую борьбу. То есть достаточно четко, точно Казко отправил мяч партнеру. Правда, не получилась атака после этого, но мяч у Рубина остался. Сиба, я сейчас хорошую передачу пытался сделать. Налил фланг на Руни. А вот если бы сейчас мяч не вышел за боковую, то Руни имел бы возможность выйти один на один с вратарем. Да, возможности именно были в плане расстояний. Там очень большая была свободная зона, и туда бы врывался. По оперативным пространствиям. И чуть не получился у Колеско пас. Альберка очень неплохо скинул партнеру, но дальше этого дела в атаке у динамовцев не пошло. Снова Колеско будет обыгрывать. Но партнеры же открываются под него. Поздно, поздно. Руни уже не ждал. Уже перекрыл защитник динамовцев в Минди эту зону. И Руни уже остановился, потому что бежать смысла не было по нему. Очень хорошо сыграл защитник. Здесь возможностей Руни отдать пас в ногу, потому что резко остановился, был свободен. Но, скорее всего, решил по-другому. А вот сейчас показывает арбитр, что Шаронов нарушал правила против Булыкина, и динамовцы будут бить скоростной удар. Динамовцев будет далеко до ворот. Наверное, все-таки динамовцев есть кому бить? Да, есть, безусловно. Возможно, будет и навес. Баток, по-моему, подошел. И, возможно, что они сейчас будут кидывать. Хотя мы знаем, что Балтик может и сам пробить, и даже с такой дистанции забить мяч со Штрафного. Неслучайно, когда Рубин поставил стенку. Ух, какой удар! Обманули все-таки казанцев-динамовцы. Скинул налево под Батока, и Баток очень плотно приложился к мячу. Коско, по-моему, момента удара не видел. Неожиданный получился розыгрыш. Может быть, не совсем логичный пас. Был, вроде бы, из центральной зоны больше наплав. Но, тем не менее, Баток продемонстрирует мастерство удара. Ну, если бы еще мяч пошел больше в середину, то там в группу игроков... Да, в группу игроков Коско действительно закрывали момент удара мяча. По-моему, судя по его реакции, мяча он не видел. И, вернее, от отсутствия реакции. Ну, а теперь Альберт уже нарушил правила. Нет, прошу прощения, это был честь на русских. Подсел под игрока, что называется. И когда тут прыгал и пытался выбить мяч, Ну, хорбита, по-моему, все четко зафиксировал. Классический фолк в футболе. Не случайно нам показывает Альберта, потому что, конечно же, и в Казани тоже от него ожидали несколько другой игры, пока ему не удается продемонстрировать, на что он способен. Я думаю, что, наверное, операторы с Агами еще проводят некую параллель между Роней и Альбертом. Ну, что ж, Владимир вошел на автоштрафную и подача. Вот, по-моему, подача-то не получилась в Минде. Честно говоря, не очень понял, что он хотел сделать. Такой сильный был прострел. Вот Чеснавский здорово вошел в штрафную, но почему-то не стал обыгрывать новотно. Видимо, все-таки видел, что Колесто еще может. У меня сложилось впечатление, что он хотел сделать прострел. Такой сильный прострел в штрафную, но мяч поднялся. У него, если бы получился прострел низом, было бы опасно. А в данной ситуации он был недосягаем ни для кого. Ни для Казанцев, ни для Динамцев. Рубин по-прежнему держит в атаке трех игроков. Казанцев по-прежнему ждет своего шанса. И тут что сразу и защитники, и полузащитники хозяев поля отправляют на переднюю линию. И надежда на еще один гол а-ля Рони. Я думаю, вполне оправданы эти надежды, поскольку тот же Рони в состоянии исполнит то, что он продемонстрировал. Я думаю, ни один, ни два раза. Если только такую возможность, он предоставит защитник Динамы. Есть моменты в игре. И Динамовцев тоже получался такой еще действий и у Казанцев. Он им очень интересно смотрится игра. Вот очередной набег штрафной. И снова Булыкин выигрывает верховую борьбу. Но удар у него не получился. Вновь баток набегал. Мы уже отмечали, что был в начале встречи удар, когда из глубины он отличался и на скорости врывался в штрафной. И вот сейчас опять... А, нет, все-таки Булыкин раньше успел бы выкинуть. Оказалось, что Булыкин проскочил мимо мяча. Наверное, зря. Наверное, зря. Потому что Булыкин, это мяч не было гораздо лучше. Булыкин еле-еле смог его коснуться. Я думаю, что Булыкин даже мог бы скинуть Булыкин. Да, возможно. Но Булыкин мне показался не заметить Булыкин. Концентрировался на мяче. Ему сложно было подойти. Если бы у него удар получился, то учитывая его большую скорость, которую он набрал с момента удара, я думаю, даже говоря на расстоянии, он почти с линией штрафной, была возможность забить. Мы помним прекрасный был Роне головой, который он забил даже за пределы штрафной площадки. Двигаясь по ходу в мячу. Вот, смотри. Вот, неплохая могла бы получиться атака. Рубыни, Рональд, бояльник, успеет по хуже к мячу, и будет подача. Шаронов ждал этого мяча, но так и не дождался. Да. Ну, там, по-моему, танок уже, видишь, мяч и штрафной. Атака Рубины продолжается. Вот, защитники уже пошли в Рубину, в штрафную площадь, потому что мячик в руках у Скотти. Он нам уже даже в этом матче продемонстрировал, как далеко он может его бросить. Вот снова в штрафную площадь. Чуть ли не до 11-метровой отметки долетел мяч. Никак не могут динамовцы оставить у себя этот мяч. Вот, наконец-то, сейчас только. И сразу же может получиться неплохая атака. Альберт отдал на линги. Сибаев прочитал ситуацию и сыграл здорово на переплате. Ну, еще одна атака по флангу может получиться неплохо. Под себя убрал подачи и подачи не стал делать. И все поверили, и я тоже поверил, что будет именно подача в исполнении Андрея Коновалова. Он очень тонко отдавал мяч на Сибаеву. Вот Сибаев не ждал. Сибаев не ждал, иначе бы оказался с глазу на глаз Березовским и мог бы поразить ворота. Да, очень грамотно была передача, что он не коновал, а на Сибаев почему-то не прочувствовал своего партнера. Ну, а сейчас повыше, чтобы успокоиться. Чтобы все заняли свои места. Ну, и время первого тайма подходит к концу. 44 минуты практически основного времени первого тайма сыграно. Я думаю, что у Рубина есть смысл сейчас именно доиграть первый тайм. А Динамусам, конечно же, было бы здорово успеть сравнять счет до перерыва. Это бы дало бы им серьезные психологические признаки. Но, походу, игра пока не похожа. Канок покажет, что против него был сполк, а не он спалил. Но с арбитром спорю бесполезно, потому что мы сам видим, как руками бежал Канок Челадзе. Допускаю, что Челадзе перед этим полет. А вот очень неплохо ворвался штрафной у Рони и ждал-ждал пенальти. Да, и спал красиво по-бразильски, но арбитр был рядом. И четко было видно, что более мощный Динамовец просто оттер Рони от мяча. А теперь атака Динамо. И Динамовец падает в штрафной площади и... Штрафной? Запрыгивал в штрафную площадь. Правильно сфиксированный в пол. Действительно в лицо, ну, локтем на руку поставил. И сбил. Который имел скорость в этот момент намного больше, чем защитник. И явно оттережал. Штрафной разворачивался. Да, штрафной разворачивался. И, конечно, тоже ворвался. Штрафной мог очень опасно пробить. А вот очень опасный, в принципе, штрафной удар. Потому что Динамовцев это такая достаточно голевая точка. У меня только вопрос, успеют ли они пробить. Уже первая минута заканчивается добавленного времени. Два подряд был момент. Сначала Рони упал в штрафной Динамовцев. Потом Альберто упал на поступок в штрафной. И арбитр в обоих эпизодах разобрался очень четко. Там больше Рони полевает. А здесь Скотти. А что, кто будет бить у Динамовцев? Динамовцев поворотом. Кого-то из Казантов попал мяч. Много. Но очень всех поздравляю. С удачным действием защитника. Братарь, конечно, не видел момента удара. Очень трудно было поскорее деруть. Второй пицца Динамовцев. Вторая минута добавленного времени. Вот выиграли. Выиграли сброс очень неплохой. Очень. Но. Слисток арбитра. И первый тайм закончен. 1-0. Впереди Казанский Рубин. Вот мы с вами видим повтор. Гришин не смог. Не смог Гришин доиграть этот момент. Выжать из него побольше, чем просто выбитый мяч. Итак, первый тайм закончен. Сейчас реклама. Мы встретимся с вами через несколько минут. АНТС. Официальный спонсор чемпионата России по футболу. Балтика. Знаменитое пиво России. Ты знаешь право. Ты любишь игру. Ты можешь быть в игре. Национальный футбольный тотализатор. Быстрый и легкий старт. Моторное масло «ЮТЭК». Ваша уверенность за рулем. Телеспорт-маркетинг. Пропусти игру. Читайте газету «Спортэкспресс». Подробности каждый день. Балтика. Знаменитое пиво России. Первый тайм в Казани закончился. И мы сейчас будем обсуждать моменты этого тайма. То, насколько команды сейчас играют. По-моему, абсолютно равная игра. И у той и другой команды есть моменты. Но просто Рубин реализовал один из них. Да, безусловно. Очень нервно так протекал начало. Потом команды начали бороться за инициативу. И есть ощущение, что совершенно разные тактики избрали команды по игре. Рубин больше действует на контратаках. В надежде на быстрые прорывы своих форвардов. Динамо же осаждает половину поля Рубина. И проводит довольно интересные контратаки. С акцентом, естественно, на верховую подачу штрафную. Где борются два мощных форварда динамоцев. Но все-таки больше сыграла тактика Рубина. Контратаки. Мы с вами обращали внимание, что полузащита у Рубина в начале первого тайма вроде бы провалилась. Но тем не менее, вот этот длинный пас последовал. И Рубин гол забил. Да, я думаю, что надо отметить, конечно, исполнительское мастерство Ронни. Все-таки вот момент личного вклада в этот гол, я думаю, отметить надо. Ронни прекрасно разобрался в ситуации. И практически момент создал сам. А по стартовому составу у Динамо насколько оправдано появление именно вздвоенного такого центра в лице Булыкина и Эльберта? Ну, во всяком случае, этот вздвоенный центр немало принес хлопот обороне Рубина. Мы видели, что практически большинство опасных моментов было именно удары головой, которые Каско, правда, отразил. Но, тем не менее, опасность сходила именно от этих мощных форвардов. И вот сейчас мы имеем возможность посмотреть то, как Динамо владело преимуществом и что оно из этого преимущества извлекало. Вот тот самый момент, который когда Динамо забили, даже гол в самом начале матча, но сделали это из явного положения вне игры. Немножко передержал мяч Честнала. Вот если Эльберта уже забежал за Балтик, немножко передержал мяч, и Эльберта уже забежал за линию ассайта. Да, момент был красивый, но, к сожалению, с нарушением правил. Но, тем не менее, это показывало то, что у Динамо есть преимущество. И, по-моему, казанцы специально им даже отдали преимущество, чтобы вот как-то так действовать, ждать ошибки. Да, мы отмечали, что некоторое затишье было в середине тайма в игре Рубины, прежде всего их полузащиты, но, тем не менее, убаюкали где-то они Динамоцев, дали им почувствовать, что их ворот находится в абсолютной безопасности, и вот неожиданно взорвались. Ну, как мне дали почувствовать, когда Балтик дважды бил по воротам и очень опасно бил? Ну, второй удар, правда, не совсем получился, но вот первый удар Балтика, по-моему, можно было назвать перестрелочным, и мы ожидали, что эти удары еще будут не раз. Да, безусловно, это были опасные моменты. Вот эту подачу Балтика шраснули и бил по воротам Булыкин. Коскоз спас свою команду, от земли мяч отскочил, мы с вами говорили. Ой, опять Баток опередил Булыкина, да, я забыл, прошу, вражение. Это случалось не раз на протяжении. Да, потому что мяч все время отправлялся на Булыкина, и все время в последний момент перед Булыкиным вылетал Баток и бил по мяче. Возможно, это какая-то заготовка динамовская была. Именно в одну точку прибегать двум мощным игрокам, и в данной ситуации получился удар у Батока, и несколько попыток впоследствии было у него для атаки ворот. Ну, не исключено, потому что можно посмотреть, как Булыкин борется за верховые мячи, он руками и своим корпусом сковывает защитников. Защитники концентрируются именно около Булыкина, и, соответственно, перед Булыкиным остается такая свободная площадь, в которую Баток и врывается. Да, врывается. Я бы отметил, что он все время двигается с глубины, все время на скорости приходит к мячу, и это очень опасно, очень трудно это закрыть. Пока, правда, дивидендов уже этого Динамо не смогло выжить, но, тем не менее, моменты были опасны. Ну, и опять же, мы смотрим еще один момент исполнения Динамо, не случайно, потому что первая половина первого тайма полностью инициатива вот именно по и территориальной, и по игре не надежала москвичам, но этот удар Балтиевым был как раз и пристрелочным, про который мы говорили. Ну, мимо ворот прошел мяч, но все мы знаем, как Балтиев хорошо умеет и точно быть, и опасно, и ожидали, что все-таки, что Балтиев забьет или отнесется. Да, отметим агрессивность в эти минуты динамских полузащитников и форвардов. Хотели явно забить, и игра шла у динамоцев, владели они преимуществом, создавали моменты, и казалось, что вроде бы гол назревает. Но вот так получилось, что назрел он в другие ворота. Ну, то есть динамоцы оказались не готовы, да, к такой тактической схеме Рубина. Все-таки Рубин играет дома, и роль хозяев обязует их атаковать чаще и владеть территориальным преимуществом, и Рубин же отошел от этой схемы. Я думаю еще, что Рубин именно в первые эти минуты, в первой половине первого тайма, именно что усыпил бдительность динамо. Возможно, динамоцы и ожидали, что Рубин будет играть на контратаху, но уж больно вяло действовали, особенно полузащитники Рубина, и показалось, что игра команды сегодня вроде как бы не идет. И динамоцы уверовали в собственную непогрешимость. А вот сейчас мы с вами видим еще очередную атаку динамоцев. Посмотрите, то, что вы говорили, Аркадий абсолютно не держался мяч у хозяев поля именно в центре, и всегда они практически его теряли, и динамоцы очень легко мяч этот забирали, и свои атаки налаживали. Вот снова Чеснавовский продавал. Самый опасный момент динамоцев, пожалуй, в первом тайме. Классическая комбинация, именно укладывается в русло той такси, которую избрали динамоцев, а именно классическая подача с фланга очень хорошая. И Булыкин продемонстрировал хорошее умение бить головой. Единственной точности немножко не хватило. Пробил прямо у вратаря. Я обратил бы внимание, как Альберто сдерживал Новотный руками, держал, чтобы Новотный не выпрыгнул на этот мяч, чтобы помочь партнеру. То есть они друг другу помогают, и Булыкина, и Альберто. Ну, в пределах правил руками, но корпусом чем больше сдержал Альберто. Я думаю, что слаженная тактика, слаженная работа форудов, я думаю, это залог. Мы уже отмечали взаимодействие Булыкина и Батока, сейчас мы отвечаем взаимодействие Солзо и Булыкина. Я думаю, что в данной ситуации это говорит о том, что все эти опасные моменты были, ну, наверное, в каком смысле заготовлены. То есть такая манера игры, такое взаимодействие игроков Динамо было заранее, наверное, где-то спланировано. Возможно, Прокопенко. И все для них развивалось неплохо. Казалось, что все-таки в какой-то момент случился гол в ворота Казанцев, были опасные моменты. Но все-таки в первом тайме не покидало ощущение, что игра проходит в Москве, что хозяева поля Динамовцы, а гости Рубин. Ну, вот именно потому, что практически мяч держался у Динамовцев лучше. Динамовцы проводили позиционные длительные атаки с большим количеством передач. И ощущение было, что именно Динамовцы играют дома и владеют инициативу. Ну, а это, я так понимаю, что это уже голевая атака, которая началась с пола Балтиева против Сибаи. И вроде бы Динамовцы должны все уже вернуться в свою оборону, на свою половину поля. Но посмотрите, 3 в 3 вышли казанцы. Четвертый прибежал очень поздно. Ироний абсолютно без помех пробил поворотами. Порадовал многочисленных болельщиков, заполнивших казанские трибуны. Да, очень по-хорошему футбольному лаконичный момент. Ничего лишнего Ирония не сделал. Смещался влево, ударил в противоположный угол из-под защитника. И Березовскому, наверное, мы отмечали, что, возможно, если бы он сократил немножко угол, была бы возможность у него отразить этот мяч. Но в целом, очень хороший по исполнению удар Ирония. Я бы еще обратил внимание на действия партнеров Иронии. Если Челадзе шел на добивание, то Коновалов растягивал оборону Динамовцев, как раз освобождал ту зону, в которую шел Ирония, из которой он и пробил. Коновалов убегал налево, уводя своего защитника. Ну, все трое в этот момент слаженно действовали. Каждый выполнял свою часть работы. И из-за этого у Ирония была возможность продвинуться близко к штрафной и без помех пробить. Результатом этого и стал гол. Ну, и после этого Рубин все-таки перехватил инициативу и на какое-то время воспользовался тем, что Динамо, по-моему, Динамо несколько минут пребывал в состоянии Гроги. Безусловно. Примерно 5-7 минут у Динамоцев абсолютно не было видно, а казанцы смогли использовать такой эмоциональный собственный подъем и в то же время спад у Динамоцев для того, чтобы создать несколько опасных моментов. Следующая 5-минутка точно была за казанцами. Несколько было моментов. И казалось, что они перехватили инициативу полностью. Ну, они, по-моему, могли бы даже и уже полностью снять вопрос о победителе в матче, если бы хоть два из тех моментов, которые организовали, были бы использованы на 100%. Вот здесь вот Ронни мог дубль сделать в матче, но опять пробил именно в Березовского. Или Березовский хорошо выбрал позицию, продемонстрировал мастерство. Я бы обратил внимание, что Березовский опять стоит на ленточке. Но, в принципе, этот вратарь, мы неоднократно отмечали, очень хорошо играет на ленточке и очень редко сокращает угол. Может быть, это как раз и послужило причиной гола и того, что Динамс сейчас проигрывает. По составам команды Аркадий, как вы считаете, кто может сейчас усилить игру какой-то из этих команд? Ну, я думаю, что, в принципе, обе команды хорошо действуют. И мне кажется, что логика игры для той и другой команды развивается именно так, как игра для них так, как они хотели. То есть, Динамо, мне кажется, все-таки гнет свою линию и вполне уверенно действует. Мне кажется, есть возможность сегодня для атаки. Так что, на самом деле, мне кажется, мое мнение, что замены не будет. Ну, давайте посмотрим второй тайм и узнаем, смогут ли Динамовцы спасти игру. И на этом мы встретимся с вами через несколько минут. МТС. Официальный спонсор чемпионата России по футболу. Как правило пить пшеничное пиво. Возьмите холодную восьминку, сплосните высокий стакан холодной водой и аккуратно по краю налейте в него пиво. Прямо поверх капелек воды. И главное, взболтайте после бутылки и долейте остатки стакана. Обещаем, вы получите еще несомнимое удовольствие. Балтика пшеничная. Нефильтрованное удовольствие. Пропустили игру. Читайте газету Спортэкспресс. Подробности каждый день. Ты знаешь правила. Ты любишь игру. У тебя есть своя команда. Ты можешь быть в игре. Национальный футбольный тотализатор. Состав прогноз на один из 15 туров второго круга Чемпионата России по футболу. Укажи победителей восьми игр. Сделай ставку в ближайшей авиакассе. Стань частью большой игры и выиграй. Максимальная защита двигателя. Моторное масло ЮТЭК. Ваша уверенность за рулем. Минтез. Официальный спонсер Чемпионата России по футболу. Итак, буквально через несколько секунд начнется второй тайм матча в Казани Где местный Рубин принимает московских динамовцев Счет 1-0 в пользу хозяев поля Отличился лучший бомбардир Рубин и Рони И вот сейчас казанцы выходят на поле Динамовцы их давно уже ждут, рвутся в бой А мы продолжаем с вами смотреть Смогут ли динамовцы переломить ход игры? Статистика первого тайма на ваших экранах Явное превосходство ударов по ударам на стороне Динамо Но вот створ ворот по точности, конечно же, команды динамовцы не очень отличились И поэтому примерное равенство Отметил бы, что по владению мячом динамовцы значительно превзошли 59% против 41 у Рубина Действительно, мяч постоянно держался у футболистов Динамо Но, тем не менее, казанцы очень быстро создавали моменты Которые, может быть, не были поводом больших перепасовок Большого количества передач И, тем не менее, остроты им все равно хватало в атаке Ну что ж, Рубин начал второй тайм И, обратите внимание, он немножко все-таки старается поддержать мяч в центре поля Не сразу, в отличие от первого Закидывает его так подальше на своих нападающих Начулак, по-моему, зря так агрессивно воспринял Ну, жесткая была игра, но, по-моему, футбольный все-таки момент Игровой достаточно Не было, по-моему, никаких грубостей Правда, не использовали этот момент, где Рубин и динамовцы начали свою атаку Нет, точный пас на Альберта Как всегда, в начале Таанов обычно бывает серия потерь У футболистов приходит в себя отдыха И, я думаю, сейчас все в игре только Во втором тайме все только начинается А пока вот мы видели Ну, недолго владеют мячом и те, и другие У футболистов и другой команды Мяч все время переходит то к казанцам, то к геналцам Бояринцев приверил обстановку Тоже, видимо, решил не рисковать Видеть, что партнеры пока еще не до конца вошли в игру Таким образом, немножко смог выиграть Чуть-чуть времени, чтобы партнеры заняли исходные позиции Перекрыли необходимые зоны Субая, Мецеписана, Машарона И, а вот, по-моему, сейчас неожиданно Не было положения вне игры Не было положения вне игры Пас был очень неплохой Чуть-чуть может быть сильным Но был шанс, по-моему, догнать этот мяч Шаронов, мне показалось, поскользнулся в моменте того, когда начал делать передачу Из-за этого она действительно вышла немного сильнее Ханек с мячом сам пошел Ищет партнеров, но В итоге сохранили динамовцы мяч Очень долго открывались под Ханек и партнеры И Альберто, и... Вот еще и дальше Сам решил пойти Не стал отыгрываться с Альберто И мяч может быть потерян Потому что все-таки бразильский нападающий был гораздо более выгодной позиции Можно было стенку от него отыграться Но, как и предполагал Аркадий Белый Замен не произошло в командах Играют в своих стартовых составах И Рубин, и Динамо И сейчас будет пробивать штрафное колесо Всяк случай, я думаю, тренера обеих команд Должны быть из-за этого Действуем в целом своих подопечных в первом тайме Другое дело, что счет для Динамо не очень непокравящий Но неплохо смотрел Динамо Было, может быть, несколько ошибок И гол пропустили Но такова уж игра В целом, мне кажется, у Виктора Прокопенко нет оснований упрекать футболистов Другое дело, что он может быть ближе к концу игры Если счет будет оставаться таким же Надо будет вводить какие-то коррективы В очередной раз нам показали грубую игру Танасевича Против Челадзе Очень жестко сыграл И Челадзе разворачивался Следуя за мячом от Танасевича И просто в корпусе, по-моему, даже руками еще, локтем, по-моему Локоть, по-моему, подставил А который ударился Челадзе Вот здесь Ронни немножко подсел под Ханнека А вот мы с вами видим достаточно жесткую игру Танасевича Первый раз в этот матч, по-моему, вышли медицинские работники на поле Но я думаю, что все обойдется В общем, Ладзе сам уходит, так как по правилам положено ему покинуть поле Хотя бы на несколько мгновений А около мяча Дмит Бояринцев и Калисто И мы знаем, что Бояринцев может отсюда и пробить Нет, решили разыграть Повторить против арбитра Без свиска Без свиска казанцы хотели разыграть Подача в штрафной Удар Нет, не дотянулся Чуть-чуть до мяча не дотянулся Челадзе И тут разряжают обстановку Гришина Выносит мяч в ваус Очень хорошая подача в штрафную Была косая Подкрученная И... Ну, чуть-чуть буквально Скотч чуть-чуть не дотянулся Если бы чуть пониже Высоко выпрыгнул Взлетел на максимальную для себя, наверное, высоту Но, тем не менее, не дотянулся до мяча Дали на ваших экранах Сейчас этот главный тренер Динамо Виктор Прохотенко А На поле снова свисток арбитра Игра остановлена И мяч У динамовцев Неправильно, оказывается, казанцы ввели аут Но неоднократно обращали мы внимание на то, что Дальние броски руками и за боковой Могут провоцировать не... Это действие не по правилам производить Может с ошибками выполняться И поэтому, смотри, то или нога отрывается от земли Или одной рукой аут получается бросать Нередко, что в подобных случаях арбитра останавливают игру И отдают мяч другой команде Трессинговать начинают динамовцы Старопят они хозяев поля И вот вы увидите В ближайшем тихо 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 Забежал даже двое голдовцы А мяч у хозяев поля Вот сначала Танасевич запрыгнул на Челадзе А после этого жестко его принял Но может быть не понравилось ему, как Челадзе подсел И стал бороться вверху за мяч А он остался на ногах стоять И вот косыли атаку Рубина Может получиться, сам пойдет? Не осталось как партнеры И, по-моему, абсолютно зря У Рони была очень хорошая зона Зона для того, чтобы обыгрывать Рваться в штрафную И очень хорошо партнеры ушли налево Открыли ему эту зону И снова, обратите внимание, Аркадий Снова втроем против троих казанцы играли Да, момент был очень хороший Похожий момент, когда Рони забывал гол Опять было 3 на 3 в обороне Динамо И мне казалось, что Рони мог сам обыгрывать, безусловно В этот раз он решил, что он решил Не по-бразильски, мне показалось, сыграл Хотя, как бразильцы любят индивидуальные действия Мне показалось, что была в ней возможность И простор, и скорость была Но, тем не менее, здесь решил сыграть на команду Ну, вот не будем удивлять, что Бонз Бонз бил Рони с левой ноги А в троих минутах было врываться под правую ногу Может быть, он побоялся, что не сможет пробить правой ноги? Да, может быть и так Ну, очередной хул И уже чаще выходит Увеличилось количество нарушений Можно их уже отметить по первым Уже 7 минутам второго тайма Причем, в основном, нарушения со стороны Динамо Все агрессивнее они играют в обороне Можно считать, что они хотят запугать Или затоптать Рубин? То есть, каким-то образом переломить ход встречи? Безусловно Может, и в тактическом ходе? Да, я думаю, что прежде всего это объясняется тем, что Максимально плотно стараются играть в обороне Вот, не стал Батака обыгрывать Рони А Челадзе очень неплохо вначале заблокировал Батака Открылся Но там была, конечно, опасность, что Челадзе будет в положении не игры Поэтому пасту, может быть, ему нельзя было давать А вот самому можно было попробовать прорваться Да Ну, вот Скотти сейчас уже вернется на поле Как только ему арбитр разрешит Ну, возможно, такие затяжки Паузы вынуждены в игре Только на руку Рубин Я думаю, сейчас не хотят они Взвинчивать темп Переводить игру Быстро, может, русло Все-таки счет 1-0 И в игре с командой уровня Динамо Я думаю, что Можно считать, что это хорошее преимущество Другое дело, удержать его, конечно, трудно Тем более, что второй тайм еще Только в самом начале находится Ну, у Рубина есть свои козыри Это быстрые контратаки и стандартные положения И поэтому, я думаю, что взвинчивать игру Еще и поэтому взвинчивать игру Не в интересах Рубина Динамо уже необходимо просто увеличивать темп Чтобы казанцы начали совершать ошибки Потому что пока-пока Все опасные моменты удается нервировать Но вот может быть этот Альберто с мячом Но впереди ему уже 2-3 к нему подошло И можно было воспользоваться Можно что-то выжить Он показал, что хорошо только левой ногой владеет нападающий Сложилось впечатление, что меня сейчас можно было переложить под правую И тогда очень удобно ударить Он, по-моему, классический левша И в данной ситуации мог бы разобраться Если бы не под тем углом разворачиваться Мне кажется, не той ногой контролировали в данной ситуации Неудобно было Левый Он был очень хороший Ну, вот мы видели, кстати Случился он после того, как очередной навес был штрафнул Булыкин бил поворот Случился рикошет и Солзе имел возможность Но мы видим это грозное оружие Но пока все навесы штрафную находят либо Булыкина, либо Баток А вот до Альберто еще ни разу мяч не вышел до Альберто Солзе Да, во всяком случае Можно, конечно, отметить Мы отмечали в первом тайме то, что он хорошо помогает Булыкину бороться за мяч И уводит, оттягивает защитников Но, тем не менее, сам он пока непосредственно в этих ударах и завершении этих навесов не участвует В данной ситуации хорошо сыграл на подборе Я думаю, что это тоже важный фактор Если бы простороп не оказался нападающий, момент у него был хороший Да, вот подача Коваленко в штрафную здесь явно более низкого качества оказалась, чем подача Гришина с этого же левого фланга И абсолютно даже не дошла к ту зону, где находились партнеры Сибаев рвется вперед и пас на Рони неточный Не смог он дождаться, когда Рони повернется лицом к мячу Чтобы уже, чтобы Рони видел, как ему Сибаев будет отдавать и куда мяч А не смог дождаться, потому что самого Сибаев уже догнали динамовские защитники И там уже начиналась борьба Но вот снова Динамо проатакует по правому флангу, пытался порваться И снова скис, а вот теперь мы видим Идет Пушок, 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 и теперь опять втроем на троих И подача на Мачеладзе была подача И теперь Рони с мячом и показывает себе, что Рони нарушил правила Сейчас может получить желтую карточку за такое поведение неспортивное этот игрок Горячо протестуют против мнения Сибеев Ну Колесто просто здорово сыграл в этом моменте Через все поле прошел, если бы еще подача до пас его, до Челадзе дошел бы Но здесь не было, я не заметил за спор Да, я тоже не понял, почему не произошел Сибеев Он слишком, Танасевич хотел отобрать мячик И по мяце проскочил немного, так как мяч был подкручен И он полетел в противноход, Танасевич вот это за это потерял на весе, пытаясь среагировать на мяч Понятен гнев и недовольство Рони Этим действенным арбитром Ну хоть на поле он пока может высказать свое отношение на все действия Так как после матча ни игрокам, ни представителям команд обсуждать действия арбитра нервишено Листовил мяч из-за боковой, но уж очень не точно Правда, и Динамо с отблагодарили его за это Стеночку с ним собирали и мяч ему вернули Пока довольно вялый в том тайной латаке смотрится Динамо Не видно возможности у них для массированных атак Мы видим, что в обороне они стали действовать гораздо более жестко Отнимать мяч сейчас с преврушениями правил В агрессивности они добавили, но тем не менее в организации игры именно в атаке То, что было в первом тайме, пока не преуспевают Двойная замена у Динамо Да, и меняют Коваленко Место Коваленко и Альберто То, о чем мы говорили, Альберто пока не смог до конца войти в игру Альберто Я бы, наверное, сказал наоборот Корчагин вышел вместо Альберто, нападающего, вместо нападающего А вместо Коваленко вышел 15 номер Казанского Рубина Это Карлос Кастро Спасибо, потому что у нас протокол по 15 номерам Кастро Луценко вышел у Динамовцев Луценко вышел у Динамовцев По 15 номерам Ну что же, очень четко продемонстрировал Виктор Прокопенко свое желание переломить ход игры Да, я думаю, что двойная замена редких случаев вообще в футболе Если только не матч, в котором хотят дать поиграть всем футболистам И часто она свидетельствует о том, что надо что-то категорически менять в игре Я думаю, что ход первых минут второго тайма взявного не устраивает Виктор Прокопенко Сломалась игра у Динамо То, о чем мы говорили, а именно активная игра в нападении В позиционном нападении в первом тайме И во втором куда-то она иссякла, ушла И что-то надо было менять Вот из-за этого, наверное, это сдвоенная замена Ну не случайно, все-таки, по-моему, Рубин смог перекрыть фланги Грозное достаточно наружу у динамовцев И чаще и чаще динамовцы пытаются перейти через центр И, наверное, поэтому еще Виктор Прокопенко заменил одного защитника А в стартом составе у динамовцев было пять защитников И вот вместо Коваленко теперь вышел у центра И я думаю, что теперь должны быть гораздо более активны Действовать на флангах Гришина и Фестнавки Потому что до этого и Гришину, и Фестнавки Все приходилось смещаться в центре, чтобы помогать Балтию Теперь у них более развязаны руки на фланг Но посмотрим, принесет ли это динамовцев дивиденды Потому что пока, пока Рубин демонстрирует очень четкую игру в обороне Даже Булыкин хотел уже прорваться по левому флангу Да, но это явно не его работа из глубины совершенно мощная рейда Все-таки габаритный форвард И опасность его в штрафной площадке на дистанции Он не так силен Гораздо больше пользы он может там принести на штрафной уже Или через него действует динамовцев Или на поступок в штрафной Я думаю, что не случайно он появился так глубоко Не снабжают совсем мячами нападающих Мы видели, что единственный навес И, кстати, опасный Сразу в штрафной навес Был восполнение динамов уже за эти минуты последние И он был сразу опасный А до этого, по-моему, простаивали нападающие И сейчас простаивают Поэтому Булыкин в поисках мяча приходится отходить достаточно глубоко Мне вот сейчас не очень понятно было решение арбитра Потому что, по-моему, все-таки защитник Рубина нарушал правила И пытался сблокировать, отстолкнуть от мяча игрока московского Динамо И упал именно потому, что хотел еще немного площадь закрыть А игрок, по-моему, как раз чисто шел абсолютно на мяч Ну что ж, у московских Динамо, как сейчас, два форварда Дмитрий Булыкин и Эрик Арчагин При том, что мы с вами знаем, они в списке бомбардиров И, по-моему, из игроков, забивших по 7-8 мячей То есть в лидирующей группе только у одной команды У московского Динамо два представителя Да, я думаю, что голевое прессе у чутье Корчагина Должно быть использовано в этом матче Эта связка отыграла уже много игр И не случайно эта замена, поскольку игра Если у Альберта шла, может быть, уже не так ярко По первым таймаме, да и вот Не нашел, наверное, просто общий язык спорта Да Он сейчас боярин как нарушил правила против Гришны И сразу же Балтиев приближал к ничем Потому что он, ну, все, все уже Более-менее высокорослые игроки Московского Динамо в штрафной площади И подача, а вот подача была почему-то не очень высокой Низом практически Да, штрафной уже низом она прилетела А вот у Казанского Рубина тоже замена И меняет Челадзе Давид Челадзе, видимо, не очень устроил А, по-моему, с точки зрения к динамовскими защитниками Как раз он и получил небольшую травму Видимо, решили его поберечь И вместо него по 23-м номером Дышит уберем сила Казанский Рубин наоборот Обратите внимание, Казанский Рубин наоборот Усиливает полузащиту за счет атаки Вместо нападающего вышел полузащитничку Так же, как и Динамо Рубин продемонстрировал свое намерение Своей замены Потому что динамовцам нужно усиливать атаку Что они пытаются сделать А на такую силу мощь, им надо отыгрываться То Рубин этот человек устраивает И, по-моему, хозяева не проще его сохранить до конца матча До финального звезда Большой объем работы проделал Челадзе Много боролся, степлялся за мяч Мы видели ее В тот момент получил несколько повреждений Так что, наверное, подустал А вот неточная передача Франки к чему привела Острый контратаку Рубина Удар поворотом И на этот раз Березовский спасает свою команду На этот раз он вышел из ворот Сократил угол Ждал на этот раз удара от Рони И смог помочь своей команде Ликвидировать угрозу Здорово, опять здорово ушел Рони А перехватился мяч, вышедший на замену Сила Именно он начал атаку Казанского Рубина И последний пас тоже был в его исполнении Очень своевременно вышел И впустил его на поле Курбан Бердей Да, тут же отметил своего Результативного действия Вот снова закидывает Просто действительно закидывает мяч подальше В зону, в свободную зону В расчете на быстрого Рони И Рони оправился Красная карточка Ханаку Ну, я думаю, что здесь по совокупности Ханаку покажена красная карточка Потому что сначала он хотел сыграть рукой Вы видели на повторе очень хорошо А затем, проиграв все-таки верховую борьбу Он окончательно схватил Схватил Рони И тот уже упал То, что называется полом последней надежды Да? Нам, наверное, по моим ощущениям Несколько спорное решение арбитра Хотя, я бы не сказал, что абсолютно беспочвенное Но, тем не менее Там был еще баток Неоднозначно, совершенно неоднозначно Реходил Ронин один на один с вратарем Потому что там еще был баток И он успевал помочь ему партнера И, может быть, за трубу Игорь показал Решил, что это труба или нет Вполне возможно Но, тем не менее, весьма спорный призов То есть, сам факт нарушения, конечно, справедлив Другое дело, тяжесть наказания, по-моему, не соответствует Но, это мнение арбитра Это мнение Игоря Егорова из Нижнего Новгорода И «Динамо» все остались с десятером И вот великолепный розыгрыш Краплова Прострел А вот прострел не получился Но второй раз прострел Со второго раза мяч оказался в руках у Березовского Не стандартный розыгрыш Продемонстрировали Стандартного положения Из-за стандартного положения Продемонстрировали Казанцы И мне показалось, что мог и бить Нападающих в эту ситуацию Балдика вместе с футболом Вместе со страной Да, ну что ж, очень приятно, что Казанский Рубин Обращает очень серьезное внимание На розыгрыш стандартных положений На отработку этих стандартных положений И вот там такой красивый момент продемонстрировали Да, сложная ситуация оказывается сейчас «Динамо» И не так уж у них хорошо получается Играл в втором тайме Сейчас они потеряли И снова вторая контратака Березовский вышел из ворот Успел, успел спасти Да, появились, появились в обороне «Динамо» Достаточно серьезные дыры Коновалов выводил на Один на один с Березовским В силу Ну не случайно В этой зоне как раз и играл Ханок Да, и Коваленко играл в этой зоне Тоже ушедший с поля Напомню, его заменили Но... Березовским пришлось продемонстрировать В качестве спринтера Играть за левого защиту Да, вовремя Ну что ж, динамовцы и так должны идти вперед И так должны создавать какие-то моменты Для этого нужны игроки В передней линии И так бы появлялись дыры в обороне динамовцев Открытые свободные зоны А тут еще и защитники удалили с поля Ну что ж Остается динамовцам уповать только на везение И на свои морально-волевые качества Хватит ли физической подготовки Хватит ли моральных качеств Динамовцам для того, чтобы спасти игру В очень непростой ситуации оказалась команда И обратите внимание Казанский Рубин уже играет Фактически шестерон в обороне Но выпускает нечаева Я думаю, что, наверное, сейчас Может дать отдохнуть Роню все-таки Свежую, наверное, выпустят Или Курбан Бердеев Увидит, что можно воспользоваться Путующими зонами в обороне динамовцам Да, есть ощущение, что В данной ситуации Курбан Бердеев Преял решение именно усилить атаку Поскольку счет вполне пока справляется В обороне Казанцев втором камне динамовцам Ничего не удается динамовцам создать И с учетом того, что их теперь на одного игрока меньше То Казанцам, может быть, имеет смысл Пораз усилить атаку И все-таки свежего нападающего Выпустить, который в состоянии Быстрой контратаки реализовать в какой-то момент Но вместо Роню или вместо кого-то Стоит защитник? Я думаю, что все-таки, наверное, вместо Роню Да, я думаю, что вряд ли Курбан Бердеев Не выпустит это А то важно сыграть уже в три форума Ну, по сути дела, сейчас и нет в этом необходимости Команда ведет счеты И не было пола против игрока Рулина Надо подниматься и возвращаться в оборону А тем временем Динамовцы переходят на половину поля хозяев Но тут же мяч теряют Бояренцев подключился в атаку Но очень в свое время не подсад Против Шаронова И даже мяч оказался Динамову Потому что иначе Шаронов мог очень хорошо вывести Бояренцева на оперативный простор Как раз левый фланг, тот самый, который у Динамов сейчас стал главной болью И вот снова 3 в 3 выходит Казанка Очень хороший пас задержался немножко на левом фланге В борьбе с Минди пробил таки поворотом в ближний угол Березовский только провожал мяч И вот не повезло здесь Батаку Не получился удар у Рони Мяч отскочкал по земле От точки даже, по-моему, подскочил И на одного из... нет Подскочил от точки Он перед ударом непосредственно И так чуть-чуть над землей Прям над ногой у Батака мяч влетел ворота Обильный момент для Батак Показалось, что накрывал уже мяч Ну, вот мы видим, меняют героя Успел таки Рони забить Да, безусловно, героя сегодняшнего матча Дубль Рони Логичный довольно гол забил Рубин Поскольку чувствовал, что дыры очень большие в обороне Динамо образовались И несколько уже попыток было на свободное место вывести нападающих И очередной острый пас, проникающий как раз искал результативным Атака была... 3-3 было казанских футболистов против двух Динамовцев Конечно, здесь была возможность забить и первым ударом И на добивание Рони довольно спокойно себя чувствует Я все-таки обратил бы внимание, что Динамовцы пытались сделать в этот момент положение вне игры И Батак задержался на левом фланге А Танасевич убежал очень далеко Миндит как раз успел вернуться И поэтому получилось, что если в начале этого момента было 3-3 То потом уже оказалось 3-2 Но вот бьются, бьются буквально Динамовцы за мяч За каждый сантиметр поле пытаются переломить ход игры Пока это у них не очень получается Но Чесналовский с мячом Против него Коновалов Подача? Нет, Миндит не стал подавать Вернул мяч Чесналовск Потому что, видимо, решил, что тот лучше справится с этой задачей Но очень плотно играют казанцы И вот в итоге навес Видно, что без каких-то проблем забрал мяч Очень долго висел мяч на Страхной И для вратаря в таких ситуациях довольно легко его забирать Поэтому ничего из этого навеса не удалось Динамовцу вывести Да, в тяжелой сейчас ситуация Виктор Прокотленко оказался Мало того, что удалили игрока, так еще и защитника Еще одного защитника он убрал с поля за меня Он не задолго до этого А Динамовым-то надо атаковать уже 0-2 И всего ничего 18 минут до конца времени осталось Бояринцев Теперь, по-моему, первый раз в этом матче мы увидели Бояринцев Передняя линия атаки Вот он отдал мяч и отключился Слева теперь подача Коновалова будет Коновалов решил обыграть Минди Но один в один Минди обыграть очень сложно Видимо, Коновалов воодушевился тем ударом, который смог произвести в борьбе с Минди Не заметен, была Корчагин Ни одного результативного действия в его исполнении нет А вот индивидуальное мастерство демонстрирует Сибая Двоих Динамовцев обманул, обыграл Прокинул себе мяч, но еще один смог подстраховать своих партнеров Очень грамотно сейчас действовал Сибая Показывал, что будет давать мяч партнерам И именно на этом обыграл двух Динамовцев, двух соперников Но Сибая едва не убежал один на лес с фуркарем Мне кажется, это не последний был момент у Рубина Поскольку в защите у Динамовцев сейчас творится что-то непонятное Абсолютно не могут быстрыми форбами совладать Быстрый форбик Казанцев И очень много моментов Не характерных для команд такого уровня, как Динамовцев Когда на ворота накатываются постоянно атаки с преимуществом нападающих То есть все время у игроков Рубина получается больше Или по крайней мере равное количество Что у Динамовцев защитных Сейчас как-то даже и свежее выглядит Рубин Но это и понятно Довольно расковарно уже действует, естественно И получается у них игра В первом тайме Здорово, когда у Динамовцев стенку Получил стенку от партнера пас И вот таким повырком наказал себя за неудачу Мы видим, насколько хорошо отмобилизованы, заряжены футболисты Игрой мы видим не получился пас И в отчаянии буквально Бояринцев Насколько хотел человек Насколько сейчас эмоциональный фон его повышен На хорошем таком игровом взводе игроки Рубина Ну видно было на повторе, что от кочки мяч подпрыгнул И свалился с ноги у полузащитника Сейчас нам все зарабатывает страшной Может быть со стандартом Динамовцы снова что-то сделать Я думаю, что это один из возможных шансов для Динамо Но тем не менее, на вес страх мы не стали делать Опять все на месте Для контроля мяча Мало двигался футболисты Динамо Неплохо сейчас открылся под пас партнера Балтиев И он же будет подавать угловой Сталось впечатление, что лучше какой физический футболисты Рубина Гораздо более мобильный у него сейчас на этом отрезке матча Ох, какая подача! В борьбе действовал с двумя поигроками Динамо Коско И смог таки дотянуться до мяча, перевести его в аут Еще раз мы с вами видим, два Динамо, кто бросились буквально на этот мяч Но Коско сначала успел его выбить, а затем расползнулся с соперниками Еще одна замена готовится московским Динамо Конечно же надо, надо, надо что-то делать Динамо, чтобы переломить вот игры, вводить свежие силы А пока на поле медицинской бригады Казанского Рубина Нездорово не стрелял в этом эпизоде Коско, самоотверженно Отметим, что в этом эпизоде с ним боролись опять Баток и Булкин Опять сдвоенный центр был, мощный у Динамоцев Но смог ему противостоять браку Альказанцев Да, и у Рубина готовится тоже замена Томас Чижак, известный тем, что он снова наиграл в одном клубе А в начале российского чемпионата именно с его подачи забивал Новотник пять мячей Со стандартных положений Ну, Коско уже оказали помощь и сейчас Динамоцы продолжат атаку свою Ну, не совсем удачно они это сделали Правда, мяч остался у москвичей Идивидуально действовал Динамоцы и вот Ай, уже не ждал, уже не ждал передачи Корчагин Ждал от партнера долго он эту передачу, но немножко затянули Динамо все с пасом и Корчагин уже убежал в другую зону Это вот Пахор Балтизин Лишние два шага, по-моему, делал Да, и получилась уже передача в никуда Ну что ж, сейчас опять Динамоцы в десятером пытаются атаковать Конечно же, у Казанского рубина гораздо проще задача Пропечный Курбан и Бердуева ведут в счете два мяча И поэтому они имеют возможность отрядить в оборону вот те шесть человек, которые сейчас и находятся в штрафной площади Тем не менее, Динамо в последние минуты несколько стряпнулось Возможно, это последний всплеск от Киности Вот сейчас опять опасный был навес на Булыкина И буквально с головы он его снял Я думаю, как раз у Динамоцев начали, и продолжают, точнее, работать те самые морально волевые качества, о которых мы говорили Именно они должны были помочь москвичам во втором тайме, но пока счет 0-2 Замена, мы видели, произошла в Казанцев, навес Ну, очень уж не на ударную позицию, если идет мяч, по-моему, отправляется То есть отсюда нельзя забить Вот с такой высокой передачей отсюда невозможно, по-моему, забить Я бы отметил, Олег, что не первый раз в эту точку идет подача после головы у Динамо И в первом тайме мы видели, когда этот мяч доставлялся у Булыкина, оттуда пытался бить Но, действительно, она достаточно неактивная Оттуда, разумеется, сбрасывать мяч Но, опять же, мы не видим сложных действий на подборе тогда мяча Не наигранную эту мячу? Да, очень странно, что из раза в раз повторяется этот навес Ну, вот сейчас четыре динамовца в атаке, против них четыре защитника Но успели Казанцев вернуть, и уже все, уже все пришли, по-моему, мячу Для всей команды в штрафную площадь И пришлось спалить Все равно пришлось спалить, значит, с навоскости Казанцам Сила спалил, по-моему, нет, Шаронов И с угла штрафной площади Штрафной удар исполнят москвичи Ну, снова шесть игроков Динамо Страфной На подходе Еще баток Подача Отворот По-моему, это гол на углу удар Да, ушел мяч Арбита сначала ошибся, но потом изменил свое решение И подача, но снова Казанцам Мяча чуть пониже Перед подачей Там уже Казанцам Да, мне кажется, пока не очень опасна Сеть передачи С угловых исполнений Динамо Либо в руки Казко, либо далеко от той точки, с которой можно реально нести опасный удар по воротам Балдика Вместе с футболом Вместе со страной Сергей Казко ввел мяч Отдал мяч своим партнерам И те пробьют в штрафной Только что Динамо соскалили в центре поля Синих ввел мяч в игру Михаил Синих мы практически не видели сегодня Настолько четко действовала оборона Казанская любимость Снова не пришлось, по-моему, так серьезно вступать в игру Ну что ж, Ильин Михаил Синих сам, наверное, хорошо руководил своими партнерами Подсказывал им своевременно все Ну посмотрим, может быть, эта атака динамовцев что-то им даст Ну похоже, похоже, по-моему, что все-таки динамовцы не верят Не верят в то, что им удастся спасти игру Но хотя бы гол престиж, это они забит наверняка хотят Или, возможно, из силы уже команды не осталось Чисто физически Устали футболисты Они не в состоянии массированно атаковать А тем временем бояринца в подкате Перекрывает подачу в штрафную, которую я хотел исполнить Но это, по-моему, сейчас Это как раз и не почувствуется У меня нога в итоге не забрала после этого Еще одна подача с углового И снова Костова выходит из ворот И снова он угловой близнец Угловой близнец Правда, динамовцы успели быстро подобрать мяч на посту по штрафной И пробить поворотом Но удар был настолько неточным, что лучше бы его не было Да, Чистосовский вполне мог и получше исполнить этот удар Поскольку хорошо ему сбросил мяч Был партнер И мне показалось, что он решил бить щекой Вполне мог пробить щекой Обводящий удар Слет Это достаточно сложный удар Обводящий слет Возможно, не надо было пробить просто на силу Хорошенько предложиться на мячу И, возможно, это было бы опаснее Ну, а мы с вами на повторе видели, почему Динамовцы на этот раз смогли подобрать мяч Не очень удачно выбил Сергей Коско И за верховой за этот мяч, когда он выбивал, он боролся со своим же игроком И ему помешал Коско будет вынести мяч из пределов штрафной Продолжают, продолжают динамовцы трейсинговать По-моему, уже так отчаянно они трейсингуются И так и быстрее отобрать мяч у Рубина И так как это не удается, вот такие вот полы Мы с вами видим Чижику досталось на этот раз А у Далековича его мяч, по-моему, так ни разу еще и не дошел Ну, его выход как раз совпал с периодом активности динамовцев в атаке И из-за этого больше в обороне проделывали имени казанские футболисты И поэтому Нечаев остался временно и неудел Прикровик, прикровик, вот это все Направил Семёк и вот отворот Только что мы вспоминали, что у него нет особой работы Вот сразу ему эта работа прибавилась Ну, Корчагин зря, конечно, это сделал Сидя абсолютно справедливо сделать ему предтакое устное внушение И чтобы, в принципе, за это можно и желтый качать Да, по-моему, скорее от отчаяния уже толкнул Казанский азарт Да, потому что почувствовал, что прыгал эпизод А забить хочется, как всякому настоящему истинному нападающему Забить хочется, хочется отличиться в матче, особенно когда вышел многоменов Доказать свое право на место в основном в составе У Корчагина пока таких даже возможностей и попыток, к сожалению, не было Ну, вот у Хижика была только что, вы обратили внимание, как он до Березовского добежал В погоне за мячом Ну, сегодня сейчас много, он только что вышел на замену Я думаю, что в состоянии пробежаться на большое расстояние По-моему, уже пытается казанский Рубин так сохранить просто игру Доиграть ее А чаще, побольше стараются играть, так держать мяч у себя в квадрате И это, по-моему, очень сильно нервирует динамовцев Они начали так вот толкать часто спину Увеличивалось количество фолоков со спиной Не торопится, не торопится казанцы вводить мяч в игру Не так много игроков около штрафной и в самой штрафной Я думаю, что основной упор сейчас делают они именно на оборону Вот посмотрите, вот даже вот здесь, вот на этой половине поля Шесть человек Рубина стоит и только четыре Относительно рядом со штрафной То есть не нужно казанцам, не хочется казанцам использовать шанс со стандартного положения Забить гол им двум вполне достаточно Тем более по такой игре, когда соперника еще на одного меньше Будет возможность для контратаки казанца ее использовать? Нет, значит на первом месте стоит оборона И еще одна замена Наконец-то мы с вами ее дождались У московского динамо уже очень долго разминался Андрей Демкин Но вот на этот раз изменяет все-таки Дмитрия Булыкина Немножко потерялся во втором тайме Дмитрий Интересно, что замена произошла буквально уже четыре минуты до окончания основного времени Возможно это уже для Виктора Прокопенко возможно повод просто дать поиграть Новому игроку, который не часто появляется в основном составе Несмотря на то, что Булыкин действительно несколько потерялся Все равно вся опасность при навесе подходила во втором тайме тоже от него Поэтому, видимо, ну это в общем и понятно Видимо чувствует Виктор Прокопенко, что сегодня не день его команды И что-то сделать действительно, переломить игру уже довольно-таки трудно Два мяча, да Два мяча по такой игре, я бы сказал Тем более, что она у Динамо во втором тайме не очень клеится После удаления Ханека Это только индивидуальное действие Удар и гол Рикошет Рикошет сыграл сейчас в пользу московского Динамо По-моему, Луценко забил гол очень долго Чеснауский продемонстрировал индивидуальное мастерство На него сконцентрировались игроки Рубина И вот пробил Луценко И, по-моему, Корчагин подставил ногу По-моему, от ноги Корчагина не совсем рикошет По-моему, Корчагин забил гол Ещё раз посмотрим с вами Удар Луценко, да Корчагин забивает гол Вышел на замену и забил Восьмой мяч Эрика в этом чемпионате 2-1 Ещё 2 минуты до окончания основного времени У Динамоксов есть Но, может быть, этот гол как-то заведёт? Ну, во всяком случае, я думаю, нас ожидает Некоторым образом интересная концовка Поскольку, вроде бы, всё в игре Двигалось своим чередом Оказалось, что ничего Уже экстраординарного не произойдёт Но, тем не менее, Может быть, где-то и повезло у Динамоксов Но гол в приз получился хороший Корчагин среагировал на удар И подставил ногу Насколько нелогичным был С точки с игровой точки зрения Первый гол Рубина Настолько же нелогичным оказался И гол в Динамоксов Да, футболки подносят свои сюрпризы И о логике говорить не стоит Но вот сейчас Рубин может ответить Нет, неудачно Бояринцев отправил мяч в партнёры Но зато очень неплохо отобрал И у Минди И снова передача штрафная Нет, никак не доходит мяч до Нечаева Никак! Два раза пытался Бояринцев вывести на ударную позицию Олега Нечаева И оба раза неудачно Вот и мы с вами видим повтор Успел Вернуться Игрок Динамо И в последний момент Буквально прихватил эту передачу А Нечаев уже подскушал Возможность пробить поворотом Из очень выгодного положения Ну, по-моему, Танасевич сейчас спал в Динамоце Ну, теперь стал Чижик подавать Так, в общем, на замену Стал Чижик подавать стандарты Нашёл у игрока Рубина мяч штрафной Что достаточно странно С учётом того, что их там всего было три Ну, и Динамоцев, кстати, в их штрафной не так много Всё-таки они, учитывая то, что мало времени осталось до конца матча Они всё-таки Стараются держать побольше игроков в нападении Не сильно принципиально для команды 1-2 она проиграет Или 1-3 А вот если забьёт, то счёт уже будет 2-2 И поэтому, смотрите, три игрока у Динамоцев постоянно на самой-самой передней линии действуют Почему не действуют, а ожидают пас Ну, а Рубин не стал спешать судьбу И перевёл игру вперёд ближе к воротам Динамо Это самая правильная тактика в данной ситуации Ну, в очередной раз жёстко Танасевич сыграл в этом эпизоде Ну, большое желание забрать мяч у Динамоцев в данной ситуации Поскольку время сейчас работает не на них И, конечно, агрессивность в защите только приводит к такого рода нарушению Ну, всем своим видом Казанский Рубин показывает, что его игроки будут бить поворотом Да, чуть меньше трёх минут осталось у Динамоцев Или у Рубина На то, чтобы забить гол Но если Рубину этот гол не очень нужен Если Рубин этот счёт устраивает То Динамоцам, конечно же, эти минуты на вес золота Вот всё-таки как торопятся, а не обратите внимание Бегут штрафной, по-моему, уже из последних сил На исходные позиции Гришин прорывается по левому флангу Против него два соперника Отдаёт своему и удар Ну, у Бата-то не получился на этот раз удар Когда со штрафного ему откатил Балтия, всё-таки был удар посереднее Ну, вот сейчас, наверное, момент истины для Динамо Угловой удар Есть возможность использовать стандартное положение Одна из последних, но пока динамоцы не смогли их использовать При том, что... При том, что Балтиев регулярно подаёт в руки Каско Смотрите, подает угол в руки, да, Каско Да, на редкость стабильность он демонстрирует в этом элементе Вот острый контратак у Рубина Бояринцев на правом фланге один Его пытается догнать Баток Бояринцев на Нечаева, но Нечаев мяч выпускает Тот доходит до силы, но... Сила, по-моему, зря отдавал эту передачу Силу надо было саму, конечно же, действовать в этом эпизоде Тем более, что сил у него немного Бояринцев сам отважился на удар Но удар не очень сильный получается Робка силы в этой ситуации как-то действовала Минди уже поскользнулся, упал И можно было его отбежать А теперь Чизок подаёт Опять Нечаева забирается до мяча Не ведёт Олега Нечаева сегодня никак Не встретиться вот с мячом В данной ситуации мог Излучить опасную Подачу слага Я думаю, что одна из последних А так Динамовцев, если не последняя И вот уже всей командой, по-моему, пошли москвичи Вперёд И вот такая безобратная Передача, но слага, что мяч вернулся к Минди То есть Динамовцев шанс пока ещё есть по-прежнему Провести атаку Гришин Бил по воротам, попал в защитника И в контратаку Рубина Теперь, я думаю, что уже Динамовцы даже и не будут возвращаться К своим воротам Как есть Виктор защитника сзади, так они и останутся А остальные все партнёры идут пешком уже Особо не торопится, естественно, Казанский футболисты водить на звезду боковой Теперь понятно Основное время уже истекло И, ну, в принципе, и дополнительное время в матче тоже истекло уже И пошла четвёртая минута, и все ждут Свистка главного арбитра Матча лидера Егорова из Нижнего Новгорода И вот этот свисток просвистел Итак, 2-1 победа Казанского Рубина Над московским Динамо А мы с вами прощаемся Всего вам доброго, до встречи Для вас работали Олег Денисов и Аркадий Белый До свидания